День энергетика. Праздник всех, для кого понятие тепло и свет – это не просто слова, а целая эпоха. Профессиональный праздник отмечался 22 декабря. Кстати, в самый короткий световой день года. Наш следующий сюжет об итогах года городского электрохозяйства. Реконструкция воздушных линий – процесс комплексный. Сюда входит замена опор, проводов и установка нового уличного освещения. Такие работы провели в Бендерах, Нагиске и Протягаловке за счет средств инвестиционной программы. В этом году бендерские энергетики освоили 11 миллионов рублей. Только в Бендерах заменили более 5 километров кабельных электролиний и 8 километров высоковольтных проводов. Плюсы этой работы оценило и предприятие, и потребители. Сечение нового провода позволяет увеличить пропускную способность для наших абонентов, а также в разы повысится надежность электроснабжения. Такие проблемы, как отключение абонентов ввиду неблагоприятных погодных условий и других ситуаций, практически нивелируются с установкой вот этих новых сетей. Электролинии строились в 80-х годах. За время эксплуатации износились. Новым сетям не грозят ветер и обледенение. Да и массовых отключений от света теперь удастся избежать. Уличное освещение станет ярче. Устаревшие лампы заменили на диодные светильники. Они надежны и экономичны. Сменили и электрооборудование и в центре Бендер. Работы на разных участках показали эффективность такой масштабной реконструкции. Мы реализовываем нашу программу уже не один год, инвестиционную программу. И, соответственно, в 2018-2019 году мы проводили масштабную реконструкцию, аналогичную в селе Гиска. Порядка 70% воздушных линий, расположенных в селе Гиска, уже реконструированы. Это дало свой эффект. За прошедший год не было ни одного аварийного отключения по погодным условиям. Перебоев со светом теперь не будет и на Протегаловке. Здесь заменили более 7 километров электролинии. В следующем году реконструкцию сельских электросетей планируют завершить полностью. Елена Расланова, Елена Леонтьева, Иван Зелинский. Бендерское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова